ну что друзья всем привет я обещал рассказать что хорошего федерации nbc я бы прошелся с удовольствием на самом деле с огромным удовольствием прошелся бы по всем федерациям которые называют альтернативными наверно более правильно другие федерации многие из мастары и тара самая nbc которые и на штатах америки она отделилась от европейская биби или европейская отделилась от американской буквально недавно до этого момента все спортсмены краски входили в одну самую крупную самую огромную федерацию тогда можно было говорить реально что альтернативы нет альтернативы этой федерации реально не было она была прям повсеместная самая супер сверх огромная там была вся европа америка куча стран азии и я не знаю какие другие страны называются других регионов в общем в биби международные были все она разошла с этой части и не в этот момент появилась федерации еще федерация организация движение называйте как хотите я не очень люблю привязываться чисто юридическим моментом потому что ну правда не знаю есть ли именно организационные документы как нко некоммерческой организации спортивный у nbc дар если просто шоу фестиваль конкурс называть как угодно хорошее мероприятие созданная именно в москве и причиной к тому во многом послужила именно специфика московского региона это что большое количество спортсменов не одобряла деятельность и результативность деятельности руководство федерации москвы тогда литер шамин под своими флагами за свои и заемные следствия организовал первый турнир который собрал я считаю много спортсменов из московского региона ближних городов сателлитов и все-таки спортсменов со всей россии потому что как ни крути и чтобы не говорили на nbc приезжают спортсмены сразу уголков страны пусть их конечно не такое многочисленное количество потому что в любом случае логистика по россии проживание в москве подготовки и участие в nbc стоит день и так что хорошего в nbc я это стал что этот ролик сниму читаем то что вижу то что знаю я присутствовал этом всего один раз на самом первом турнире кто помнит мы там видели с вами друзья туда у меня буквально я прилетел через сутки после операции когда мне пришили грудную плюсы nbc наверное плюсы и отличия наверно будет правильно сказать потому что для кого-то это могут показаться отрицательными явлениями так я раз самое большое отличие nbc от других мероприятий посвященных бодибилдингу проводящихся в россии это открытое судейство если думать откуда шум берется тарелки я до столовой ребята все верно я сижу в приорите жду рейса решил не откладывать этот ролик решил все-таки очередной раз постараться делать регулярный контент для вас потому что мне невероятно приятно что вы так быстро вернулись на канал начали смотреть если вы пишите комментарии это отдельно поэтому жду ваши комменты и мысли по поводу разделения федерации по поводу айбби по поводу nbc господи время аббревиатуру пытаюсь произвести иначе очень ваших комментов так вот они нужны для развития канала вот главное отличие я к этому подошел открытое судейство открытое и быстрое судейство спортсмены не уходят со сцены баллы выводятся на экран мне это очень нравится и я на самом деле уже неоднократно предлагал то же самое вести в айбби я не говорю про открытое судейство там свои моменты я все прекрасно понимаю но хотя бы ускорить процесс судейства подсчета баллов было бы здорово зачастую этом сильно затягивает мероприятие на какой-то процент времени много категорий очень много категорий на крупных турнирах айбби но мысли про nbc открытое судейство открытое судейство и быстро и большой лайк это круто дальше категории дополнительные категории необычные первое не знаю как называется видео фотки девушки в купальниках с крыльями категории ангелы назовем их так девушки стройные в купальниках красивенько подсветка крылья перья шикарно дальше очень большое мое уважение вызывает категория для людей с ограниченными возможностями на рта как называется не знаю более так корректно или толерантно надо произносить или с альтернативными возможностями в общем там выступают ребята которые от нас с вами отличаются свои физическими возможностями это крутые ребята с большой силой воли я такое видел когда выступал и был в киргизии там выступали такие спортсмены лучше это круто это интересно там есть категория новички и так понимаю как и в нпс и теперь новичков дебютантов или бэйв бэйби грамотно подсмотрели я считаю заимствовать правильные вещи это ум но это верно это возможность людям выступать и не париться что-то и жирненький это возможность попробовать себя на сцене это возможность получить дополнительную медаль это возможность собрать дополнительные взносы за категорию в федерацию и это нормально друзья мои из ваших взносов из вашего участия из ваших кросс классов то что выступаете в разных номинациях собирается бюджет на ваши возможные призовые на вашу возможную поездку на чемпионат мира за счет и деби или на турнир профессиональной лиги потому что еще одно интересное в нбс это green card как они называют это в общем если вы там выиграете всех вам оплатят билеты если я ничего не путаю билеты регистрацию грим и перелет короче отправят вас выступать куда-нибудь с возможностью получения уже про карты потому что само по себе nbc нбc не имеет никакого отношения к нпc это совершенно другая организация но есть какие-то там дружественные отношения и есть желание как бы из nbc чтобы люди дальше могли расти и выступать в nbc господи не почему они не могли придумать название которым больше букв отличается потому что называется мимикрия придумываешь точнее немножечко заимствуешь изменяешь и это звучит круто так вот green card там много народа туда приходят звезды награждать их специально приглашают они соглашаются в москве их дохрена этих звезд большая сплоченность дружный коллектив так получилось что поначалу может не поначалу может сейчас nbc было не федерации отщепенцев но федерации людей которые хотели что-то изменить что-то изменить которым что-то не нравилось еще что-то личные негативные отношения с отдельными личностями в аэбби потому что вообще федерация как она может плохой это просто организация там куча людей причем куча людей просто потрясающе но есть отдельные неприятные личности примеру я вот лично не знаю кто ведет официальный аккаунт аэбби но если кто-то посмотрит скажи скажите этому человеку что он где-то неправильно на мой субъективный взгляд лично обращаюсь к руководству федерации биби посмотрите почитайте как человек общается с вашими подписчиками с людьми которые интересуются жизнью вашей федерации и поменяйте пароль поменяйте пароль это будет правильно человек этот абсолютно ведет себя недостойно некорректно неразумно неграмотно и он не достоин того чтобы от лица федерации выражаться пусть взойдет с личного аккаунта и вещает это будет довольно таки достойно потому что нужно уметь отвечать за свои слова а не прикрываться именем такой чудесной организации дальше что хорошего еще в нпс призовой фонд я уверен он там есть цифры рисуют на постерах довольно таки большие для одного мероприятия конечно сибириан пауэршоу сравниться не может как ни крути они есть интересная организация довольно таки все неплохо идет по регламенту за сцены есть перекус как это часто делается на турнирах нпс не на всех кстати я такой вот фуршетный стол для спортсменов видел только на турнире шанроден классик где принимал участие позвольте похвастаться и занял почетное второе место или обидное второе место как иногда говорят наверно больше все-таки обидное но не суть гамбургеры картошка фри пицца огромное количество мороженого ну две тележки огромных вот это все было за сценой на шанродене на чемпионате на чемпионате европы нпс такого не было на маскал фесте такого не было возможно это было связано с ограничениями по коронавирусу хотя на олимпии любительской в мумбаи тоже не было хавчика но я бы не стал есть в индии ничего потому что там реально стремно я вспомнил что еще реально хорошего nbc это очень многие хотят это очень многим нравится и многие спортсмены в альбе тоже были бы рады судействие запрещено сидеть тренерам у которых в данный момент на сцене есть спортсмен то есть тренера не могут судить своих спортсменов в принципе помните прошлый ролик с пашей ершовым у нас как видите так скажем есть кланы наиболее успешных тренеров успешных в плане как раз таки результативности спортсменов я не говорю про их квалификацию потому что квалифицированных специалистов реально много я прям вижу много ребят которые помогают готовиться другим реально грамотные это и тренера это много ребят врачей которые сами тренируются помогают спортсменам это группы где врачи объединяются с тренерами профессионалами в общем хороших специалистов помогают в подготовке к соревнованиям много их реально много и зачастую рекомендую наверно просто с вашими личными предпочтениями и тому что к чему лежит ваша душа до какой методологии то есть как вверх ко мне попал рома лиулин он просто знал меня знал мои ролики и сказал что ему близка моя философия подхода к бодибилдингу и тренингу совместной работы очень много да при том что человек очень титулованный грамотный он тоже ведет онлайн можно пасть к нему на подготовку к нему чтобы он был вашим тренером но да он очень ответственно беспрекословно выполняет мои рекомендации и ну что конечно не может не радовать лично меня это то что все работает все работает прогресс человека я считаю на расслово феноменальный будет как-то громковато звучать но очень хороший и то есть мы попадаем прям в те цифры которые хотим планируем набор набираем необходимый вес попадаем неподимый вес на сцене прибавляем мышечные объемы по замерам четко управляем что мышцы точно растут жир точно горит общий вес точно растет мышечный масса становится больше меняется конституция структура на пропорции тела ну что ж вот меня приглашают на рейс и по-моему я постарался довольно таки широко осветить основные хорошие прикольные черты nbc я не так глубоко знаком с подковерными играми этой федерации этой организации поэтому не могу сказать ничего плохого мер да у меня есть много информации там появили которую просто я не хочу выносить на свет потому что зачем умрачать такую хорошую вещь спортивная федерация пусть не занимаются какие-нибудь другие разоблачители для большого желания заниматься этим нету поэтому если вас что-то не устраивает если вы видите свой путь только путь на олимпию то одним из вариантов дороги на олимпию может быть участие в турнирах nbc да можно выиграть вам оплатят проезд на турнир профессиональной североамериканской лиги nbc там вы сможете поучаствовать среди любителей получить квалификацию про сразу поучаствовать в про соревнованиях может быть выиграть тех и есть турнир здесь прямая квалификация на олимпию в принципе посмотреть три шага и вы уже на сцене с лучшими реально с лучшими атлетами мира как ни крути ни один спортсмен элит про в данный момент не может сравниться по успешности популярности с спортсменами выступающими на уровне олимпии я не говорю про рядовые про турниры еще интересный момент который затронул кстати как раз таки человек на аккаунте федерации бодибилдинга это стоимость взносов я проведу сравнение и немного углублюсь чтобы было понимание действительно в ibb самые ну не на самые очень дешево выступать 1500-2500 за регистрацию обычно недорогой грим три-четыре тысячи рублей лавочки можно купить недорогие и вот ты уже на сцене я говорю про парней а не вы по девочек у которых дорогой грим там макияж прически федела в nbc взносы выше выше в nbc наверно раза в два в nbc еще дороже в nbc давайте просто так для понимания партия 150-250 долларов категория грим около 100-150 долларов то есть уже просто выступить в одной номинации может достигать на 400 долларов сша или кстати евро если выступаем на территории европы и да мы сразу понимаем нифига себе тут буквально 6 тысяч рублей а тут почти короче тридцатка может быть и больше но нужно понимать что а в nbc могут быть выше призовые б я уверен что у титулованных известных спортсменов nbc гораздо более успешные контракты их знают гораздо больше людей у них более раскрученные инстаграмы то есть за турнирами nbc я вы про профессиональную лигу следят гораздо больше любители nbc их также почти никто не знает как любителей а и в биби тут вообще неважно где выступать где нравится я считаю где нравится куда ближе приехать где выгоднее вам выступать да это вообще не принципиально но этим говорим про уровень например там элит про и чемпионат мира или про или nbc про уровень и турнира уровня мистер олимпи или арнольд классик конечно тут несравнимо выиграв арнольд классик точно контракты фотографии журналы интервью подписчики онлайн тренинг медийность контракты с одеждой спортпитом я считаю вас будут выше на территории америки европы в россии nbc менее популярна и в принципе например я там не буду гоняться за спортсменами nbc мне все равно мне в принципе плевать на самом человек выступает или нет кубки совершенно не главное лично в моем деле в моем бизнесе мне нужны люди которых любят которые любят свою публику которые являются лидерами мнений мне не нужны хайповые спортсмены мне нужны хайповые личности не нужны люди которые верят и которые честны перед собой и будут продвигать только качественную продукцию это отдельный момент касательно это коммерческой составляющей жизни спортсмен бренды выбирают разные есть бренды которые идут по пути только хайпа жопы сиськи протеин наливающийся между ягодиц хайповые личности не несущие никакой ценности кроме как знаешь такой вот говнище хлеба и зрелищ у всех свои пути друзья мои выбирайте любую федерацию которая вам по душе самое главное занимайтесь спортом и в частности конечно бодибилдингом и фитнесом я не буду кривить душой буду давать до спора который я очень люблю если вам понравился ролик поставьте палец вверх подпишитесь на канал поделитесь роликом с друзьями это будет вообще круто так как видите в айбб есть много хорошего в нбс в нпс и я думаю еще в наби наки а и в биби си биби и федерации всего на свете побежал